На базе факультета физико-математических и естественных наук действует аспирантура теоретической информатики и кибернетика номер 123. Тут нужно сказать, что поскольку у нас есть диссовет по этой специальности, раньше эта специальность называлась 05.13.17, то по окончании аспирантура вы сможете защититься по данной специальности. Итак, форма обучения очная, язык обучения русский, срок обучения три года. Можно рассмотреть три основных компонента. Это научный компонент, образовательный компонент и итоговая аттестация. Соответственно, ваша диссертация. Научный компонент – это подготовка научной работы, для чего все это и делается. Кроме того, поскольку выпускник аспирантуры является одновременно и преподавателем высшей школы, то он должен иметь достаточно широкий образовательный базис и уметь преподавать, то есть должен пройти педагогическую практику. В качестве образовательного компонента мы рассматриваем иностранный язык, философию науки, в данном случае это скорее история философии науки, педагогика высшей школы, потому что вы будете являться педагогом для высших учебных заведений. Собственную методологию научных исследований вы должны освоить, ну и поскольку специализация информатика и кибернетика, то вы, естественно, должны освоить и специальные предметы по теоретической информатике и кибернетике. На данных слайдах, на этом и на следующем, перечислены возможные направления исследования. Нужно сказать, что, собственно, направления исследований задаются профессорско-преподавательским составом, который наиболее квалифицированным образом позволит вам погрузиться в научные исследования. Ну, как видите, у нас исследования в данном случае касаются разных направлений информатики и кибернетики, ну и, в частности, исследований по телекоммуникационным системам. Для поступления в аспирантуру вам нужно пройти испытания в виде теста. На тест отводится 120 минут. Предлагается 20 вопросов. Соответственно, каждый вопрос в среднем отводится 6 минут. Это более чем достаточно. Ну, да, наибольшую, наверное, проблему вызовут вопросы вычислительного характера. Ну, они больше времени у вас займут. Но все равно 6 минут на вопрос вам должно хватить. Весь тест оценивается в 100 баллов. Вопросы оцениваются в одинаковое количество баллов. По 5 баллов вопрос. Вопросы трех типов. С выбором одного правильного ответа, с выбором из нескольких ответов. и с вычисляемым ответом. Соответственно, выбор одного ответа и вычисляемый ответ, они подразумевают, что может быть только один правильный ответ. Соответственно, за правильный ответ вы получаете 5 баллов, за неправильный 0 баллов. при ответе на вопрос с выбором из нескольких ответов. вы, если ответите правильно, то есть выберите все нужные ответы, получаете 5 баллов. Если ответите неправильно, выберите только неправильный ответ и получаете 0 баллов. Если вы выберете не все вопросы, ответы, то есть у вас будет частичный ответ, то будет учитываться каждая правильная часть в процентном отношении. Ну и поскольку основное направление это информатика и кибернетика, то и разделы математики коррелируют с этим направлением. То есть эта работа с линейными уравнениями примыкает к этому операции над матрицами. Из анализа вычисления пределов большой объем из теории вероятности и мат-статистики тем, это схема Бернолли, свойства моментов и части вероятности, моменты обычно первые и вторые моменты ограничиваются, то есть мат-ожидание и дисперсии будут как дискретные, так и непрерывные случайные величины, ковырятся. Дальше у нас мат-логика отдельно идет. И опять мы возвращаемся к анализу. Это интеграл. Ну и поскольку, чтобы упростить вам задачу не записывать решение в виде интеграла, то считается, естественно, определенный интеграл, то есть будет определенное число. Экстремальные задачи, то есть экстремы функции. стационарные точки примыкают к этому. Уравнения. Ну и естественно, опять, чтобы результат был в виде числа, эта задача к ошибам дается. Ну и более прикладные области. Это информационные технологии, такие как беспроводные сети связи, математическая теория телетрафика, теория конечных графов и революционные базы данных. Таким образом, с помощью тестового задания мы стараемся оценить полноту ваших знаний и готовность к обучению на данном направлении. Ну и далее, давайте посмотрим примеры вопросов. Это решение системы линейных уравнений. Ну, это действительно просто-напросто система линейных уравнений, но для того, чтобы у нас был ответ в виде одного числа, вычисляемый ответ, нам предлагается решить систему линейных уравнений и потом подставить полученные значения в некое искомое выражение. В результате у нас получится ответ в виде числа. Арифметические операции. Ну, тут у нас, видите, упрощено просто дан ответ. Тут у нас, видите, вектор строка умножается на матрицу, которую нам нужно вначале обратить, но поскольку второго порядка у нас матрица, она обращается в уме мгновенно, фактически, и потом умножается на вектор столбец, в результате получается скалярная величина. точно так же операции над матрицами, но тут третьего порядка матрица, поэтому вам не предлагают тут обращение этой матрицы. Я думаю, выше третьего порядка нету, но нам нужно оценить, понимаете ли вы, как работать с матрицами, совсем не нужно вас мучить расчетами матриц большого порядка. Определитель, ну, опять же, определитель матрицы второго порядка считается мгновенно, определитель матрицы третьего порядка занимает чуть больше времени, но все равно он вычисляется очень и очень просто и быстро. Я думаю, это задача вообще уровня школы, ну, или, может быть, первых курсов. Вычисление пределов. Вот, опять же, у нас нужно пределы вычислить. Естественно, это не самый элементарный предел, предел, то есть просто подстановка не приведет к правильному значению. Вам придется чуть подумать, чтобы записать выражение таким образом, чтобы предел от него имел смысл. Ну, вот это у нас теоретический вопрос. Опять же, для выращения, если вы понимаете, про что есть задача, тут не нужно никаких шести минут, тут достаточно нескольких секунд, чтобы выбрать правильный ответ. Тут у нас свойства вероятности и моментов. Вот у нас первый, второй момент, таблично заданная дискретная случайная величина. Тут у нас несколько ответов для того, чтобы правильный ответ получить, то есть у нас тут видите, неизвестные P1, P3, P4, P2 известные, и вам нужно правильные значения для них подобрать. Опять же, вот тут у нас вычислили, работа с моментами. Дисперсии неправильной случайной величины вам нужно найти. Опять же, в принципе, это вопрос на понимание. Если вы понимаете, что тут написано, то вы очень просто напишите ответ. а если не понимаете, то не понимаете. Опять у нас мат ожидания и дисперсия. Ну, нужно сказать, что моменты разных порядков записываются разным способом, и нужно представлять, как они записываются, то есть, что из этой записи есть мат ожидания, что дисперсия и как считается ковыриация. Опять же, это элементарные вопросы, просто на знание определений и понимание данного раздела математики. свойства ковыриации. Опять все определение. То есть, никаких сложных вопросов нет. Если вы знаете определение моментов и ковыриации, то мгновенно вы найдете решение для данного задания. мат логика нет. Да, тоже никаких сложностей нет. Тут любой сразу найдет правильный ответ. Ну, и в данном случае у нас данный вариант, видите, у нас есть пункт ни один ответ неверный, то есть он мог бы быть задан как выбор из множества, а в данном случае у нас задан как выбор одного варианта. вариабельность представления ответов тоже существует. Определенный интеграл считается, но опять же, как я говорил, а, ну, да, то есть нам нужно, чтобы у вас было в результате одно число, поэтому вы считаете определенный интеграл функция рациональная, определенный интеграл вы мгновенно не посчитаете, но определить какое, какие границы значений этого интеграла вы вполне можете. и сразу выбираете один из ответов. Очень простая задача. Нахождение экстремума, ну, фактически, данный случай это у нас качественная теория, у нас стационарная точка мы находим и смотрим, какой вид имеет эта стационарная точка. Опять же, это вопросы на определение, то есть, если вы понимаете, что означают слова максимум, минимум, светло и полюс, вы сразу найдете ответ. Значит, нахождение стационарных точек тоже простейшая задача, решается очень просто, понимать, что такое стационарная точка и как она находится. решение задачи каши. Ну, тут у нас, видите, у нас специально выбраны уравнения с разделяющимися переменными, то есть, даже и бумаги, ручки не нужно. Вы в уме решите эти уравнения и подставив начальное значение, вы получите ответ. Ну, я думаю, что сложность этой задачи максимум одна минута на то, чтобы прочесть и решить ее, а не шесть минут, которые вам даются на один вопрос. Анализ информационных технологий это не минута, это пять секунд на ответ на этот вопрос. в результате мы видим, что у нас часть вопросов имеет вес несколько секунд, часть вопросов имеет вес порядка минуты, поэтому, наверное, вам следует ответить вначале на вопросы, которые наиболее простые, а потом заняться наиболее сложными. Опять же, материя телетрафика, опять же, пять секунд ответ на то, чтобы прочитать и выбрать правильный ответ. ну, тут уже не пять секунд, тут уже пятнадцать секунд, во-первых, читать больше, во-вторых, нужно быстро прикинуть ответ, ну, тоже, всего лишь на всего знание теории. Конечные графы опять пять-десять секунд, то есть, видите, у нас часть вопросов это минутного уровня, а часть вопросов секундного уровня. Релационные базы данных опять пятисекундный вопрос, то есть, очень простой, но при этом хочу сказать, что вот эти вот очень простые вопросы, они проверяют ваше знание, то есть, это не те вопросы, которые вы могли бы, записав запрос в гугле, сразу найти ответ, к сожалению, нет. Ну, как видите, очень простые вопросы, времени на прохождение теста более чем достаточно, поэтому остается пожелать вам удачи на экзамене. Удачи!